Его называют голосом храма, зовущим на молитву. Долгое время крупнейший собор Санкт-Петербурга был лишен своего главного голоса. Год назад силами прихода был отлит новый праздничный колокол, который ждал своего часа у стен Спаса Преображенского собора. Он долго ждал, и вот его час пробил. До торжественного поднятия колокола на звоницу Спаса Преображенского собора в Санкт-Петербурге остается несколько минут. Но прежде, как и перед началом любого благого дела, свершается молебен. Внешне церковный колокол напоминает перевернутую чашу, из которой на людей изливается Божья благодать. То, что сегодня поднятие колокола было для меня сюрпризом и для моей напарницы. Когда мы узнали утром, что сегодня поднимают колокол, мы были просто счастливы. Ну и сами вы видели, как мы тут бегали и радовались. Звон каждого колокола уникален, поэтому и голос каждого храма особенный и неповторимый. Колокола льются из меди, из чистой меди. И, казалось бы, под ним и тем же лекалом их изготавливают. Но каждый раз из производства выходит иной колокол, чем предыдущий. И звук его отличается. От других колоколов праздничный колокол отличается прежде всего звуком, более мощным и насыщенным. Обновленный голос храма уже в это воскресенье позовет всех верующих на воскресное богослужение.